Я сделаю своим способом, я знаю, что у кого-то по-другому. Есть такое уравнение синус t плюс корень из трех косинус t равно a. Найти все значения параметра a, при которых это уравнение имеет единственное решение на отрезке от нуля до π на 2. Вот простое уравнение. Но мы знаем, что такие простые уравнения с синусом и косинусом не так-то легко решить. И мы знаем, что есть несколько способов. Вот один из них, многие его применили, я видела, это метод введения дополнительного угла. Метод следующий. Я сейчас не буду дальше продолжать, я специально другим цветом напишу. Значит, метод введения дополнительного угла. Возьму это уравнение. И возьму и умножу обе части на одну вторую. И скажу, что одна вторая это косинус 60 градусов, то есть, ой, не пинаш, это пинатри, конечно. А корень из трех на два это синус пинатри. И я скажу, что у меня там написано. О, да это же косинус пинатри на синус t плюс синус пинатри на косинус t равно а пополам. И сворачиваю всю левую часть по формуле какой синусус суммы. Значит, синус t плюс пинатри равно а пополам. Ну, а тут уже кто-то график строил, кто-то аналитически решал. В общем, были разные способы. Да, это нормальное решение. И если есть все объяснения, если нет предложения эксперту, что вот между вот этим и этим, да, выводами сам догадайся, а выводы могут быть, ну, как-то совершенно до один из другого не следует, то такой способ прекрасно, да, он засчитывается. Но у меня все-таки другой. Я люблю решать графически. То есть мне нравится рисовать все, что может быть нарисовано. Поэтому второй способ. И все-таки, знаете, введение дополнительного угла, да, он такой вот, ну, там, решение, да, не просто записать. А мне кажется, что еще можно по-другому. То есть я смотрю на него иначе. Вот есть у меня уравнение, и в нем синус и косинус. И вот я думаю, а если бы я стала это рисовать, t у меня был бы угол, да? И этот угол от нуля до π на 2. То что такое будут синус t и косинус t? Вот я сейчас возьму, нарисую нашу обычную единичную окружность. Рисуем. Центр, в начале координат, радиус 1, то есть, как я всегда, начинаю, да, тригонометрию. Рисуем единичную окружность. И угол t отмечаем от нуля до π на 2. По условию. Хорошо. А что же такое синус t и косинус t для любой точки из этого отрезка от нуля до π на 2? Косинус t это абсциссы этой точки, соответствующей углу t. А синус t это ордината точки. Значит, замена, и очень хорошая замена, и на первом курсе еще ее вспомните. Пусть х равен косинус t, а у равен синус t. И тогда мы получим, что у плюс корень из 3х равно а. О, линейное уравнение, да? Кроме того, нам нужно записать, что вообще-то речь идет не о любых точках, а о единичной окружности. То есть, х квадрат плюс у квадрат равно единице. Ну и так, решение... Нет, не х у меня был, t. Смотрите, ладно, чтобы аккуратно было. И теперь мы можем решить эту систему графически. Она должна у нас иметь единственное решение. Значит, х квадрат плюс у квадрат равно единице. Окружность. Если t от 0 до π на 2, значит, мы скажем, х больше либо равно 0, у больше либо равно 0. То есть, первая четверть тригонометрической окружности. Что же будет графиком первого уравнения? То есть, все остальное у нас нарисовано, да? х квадрат плюс у квадрат равно единице. Окружность с центром в начале координата радиусом 1 показали, что угол от 0 до π на 2 первая четверть. А вот первое уравнение у равно минус корень из трех х плюс а. Что это? Это прямая. Угловой коэффициент. К угловой коэффициент равен минус корень из трех. И мы хотим, чтобы прямая с таким угловым коэффициентом, я напишу, сдвиг на А по оси У. Вот эта прямая с угловым коэффициентом минус корень из трех. И эта прямая двигается выше и ниже по оси У. И вот если я совсем ее низко сдвину, да? Так, а давайте мы сейчас чуть-чуть, да, продлим вот так, да. И если совсем ее низко сдвинуть, вот, то нет решений, нигде она не пересекает вот эту дубу от 0 до π на 2. А где же пересекает? А для этого, пожалуйста, пересекает, если поднимаем выше, выше, выше. И вот, если эта прямая проходит через точку в верхнюю натригонометрической окружности через точку с координатами 0,1. И дальше, дальше тоже пересекает, пожалуйста. Но, если эта прямая проходит через точку с координатами 1,0, то, что мы видим, два решения. Первое вот здесь пересекает точки 1,0. Обозначим ее точка А. Здесь пускай будет точка В. И вот еще пересечение, да, еще в одной точке. Значит, такое положение уже не подходит. И нам подходят все прямые. Видо у равно минус корень из 3х плюс А, которые лежат выше, чем точка В с координатами 0,1, включая прямую, проходящую через точку В. И ниже прямой, проходящей через точку А с координатами 1,0. То, что я сейчас говорю словами, у вас в решении должно быть записано. То есть не из рисунка видно, да, а мы говорим, что первое уравнение задает прямую у равно минус корень из 3х плюс А. Если прямая проходит ниже точки В с координатами 0,1, решения нет. Если прямая проходит через точку В с координатами 0,1, единственное решение. Если прямая проходит через точку А с координатами 1,0,2 решения, значит, выше точки В, ниже точки А должна пройти эта прямая с угловым коэффициентом минус корень из 3х. Когда же еще будет единственное решение? О, поднимаемся еще выше, касание в точке С. И если эта прямая касается окружности х квадрат плюс у квадрат равно 1 в точке С, снова единственное решение. И словами, конечно, записываем, да, больше, чем у меня, я очень кратко пишу, единственное решение. Первое. Прямая у равно минус корень из 3х плюс А проходит через точку В с координатами 0,1 или выше точки В и ниже точки А с координатами 1,0. Тогда давайте мы скажем, что для точки В мы найдем значение углового коэффициента этой прямой для точки В. Так вот, точка В. Опять же, видите, у меня не так много места, да, но у вас этой проблемы нет. И вы расписываете, давайте я здесь слева допишу, да, для точки В с координатами 0,1 найдем значение углового коэффициента. Поскольку К равно минус корень из 3х и равно тангенсу угла альфа, а альфа это угол между нашей прямой и положительным направлением оси Х. И тогда угол альфа равен 120 градусов. А угол, давайте обозначим В, здесь будет точка НО, равен 60 градусов. Значит, Н мы напишем точка пересечения прямой, да, У равно минус корень из 3х плюс А и оси Х. И тогда угол ВНО равен 60 градусов. И посмотрим, больше катет в треугольнике ВНО равен единице, то есть А равно единице. Дальше для точки А. Точки А с координатами 1,0. Вот эта точка А. И продлим тогда эту прямую, проходящую через точку А, до пересечения с осью У в точке Д. Треугольник ДОА. В этом треугольнике ОА меньше катет, равен единице. Угол А 60 градусов. И тогда ОД в корень из 3х раз больше, чем единица. Помните, особенный треугольник больше катет в корень из 3х раз больше меньшего. Значит, треугольник ДОА. ДО равно корень из 3х умножить на ОА равно корню из 3х, равно значению параметра А в этой точке. Потому что прямая вот эта минус корень из 3х плюс А сдвинута на А вверх или вниз. Отлично. То есть нам подходят все значения параметра такие, чтобы мы попали в вот эту заштрихованную полоску. Значит, А значение параметра от единицы включительно до корня из 3х не включаем. Это был первый случай. И тогда единственное решение. Очень кратко пишу у вас, конечно, подробнее. Второй случай. Единственное решение. Также в случае касания в точке С. Я решаю геометрически. Точка С. И посмотрим, нам еще какие-то точки понадобятся, да. Значит, точка А. Вот она с координатами 1, 0. А если эта прямая наша проходит через точку С, то пускай в точке Е пересекает ось Х, а в точке Ф пересекает ось У. Треугольник ОЕФ. То есть, давайте мы скажем, что треугольник ОЕФ прямоугольный, угол О 90 градусов, угол Е 60 градусов, дальше ОС. ОС равно единице, потому что радиус единичной окружности. Дальше давайте ОС проведем. ОС – высота в прямоугольном треугольнике. И тогда сразу же, да, мы можем найти СЕ. То есть СЕ – это что? Меньший катет треугольника ОСЕ. Значит, из треугольника ОСЕ мы получаем, что ОС равно единице больше катет. Меньший катет – это СЕ. Это один на корень из трех. А гипотенуза ОЕ – это корень из трех. И тогда, это был меньший катет, да? Так, корень из трех это... Сейчас. Так, это получается... Нет, 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 подождите-ка. Так, единичка... Нет, подожди... А зачем? Не надо мне. Давайте так. ОЕ мы сразу найдем. Нет. А мне тогда... Подождите, мне вообще тогда СЕ не нужно. Зачем? Подождите, не надо. Мы сейчас сделаем проще. Так, ОСЕ... ОСЕ или надо? Просто смотрю, нужен он мне или нет. Ладно, нужен. Пускай будет ОСЕ единичка. Тогда СЕ один на корень из трех. Да, и тогда ОЕ... Да, пускай будет. Это будет 2 поделить на корень из трех. Я лучше еще один треугольник рассмотрю. Есть. ОЕ мы знаем. И теперь осталось что? Остался треугольник ДОЕ. Значит, из треугольника ДОЕ... ДОЕ... О, нет, не Д, ФОЕ. ФОЕ... В этом треугольнике угол Е 60 градусов, угол Ф 30 градусов, тоже такой особенный треугольник, больший катет в корень из трех раз больше меньшего, как мы говорили, да, ОФ равно корень из трех на два на корне из трех равно 2. То есть, в случае касания в точке С, значение параметра равно 2. И тогда тоже уравнение имеет единственное решение. Значит, мы получаем ответ, что значение параметра от единицы до корня из трех или отдельное значение А равно 2. Хорошая, мне кажется, такая задача, с которой как раз можно начинать знакомство с параметрами.